И первая сутра. Адха-йогану-шасанам. Как я уже говорил, каждое слово здесь имеет значение. И слово Адха означает здесь и сейчас. И слово Адха также означает, что то, что будет изложено дальше, является продолжением чего-то, чем человек уже занимался. Вы здесь все сидящие в той или иной степени, кто-то больше, кто-то меньше, но вы, как говорят в теме, что-то вы делаете в йоге. А раз вы делаете, то тогда к вам применило это слово Адха. А сейчас мы продолжим что-то в этом роде. Потому что йога-сутра-патанджали – это система, которая ложится на какой-то определенный фундамент. Кого-то он больше, кого-то меньше, это имеет значение. Но она предназначена для людей, которые что-то представляют о йоге себе. Конечно, большинство представлений далеко от истины, но тем не менее что-то есть. То есть это не чистое поле и не чистый лист бумаги. А значит, вот в этом случае йога-сутра-патанджали будет применима. И вот это слово Адха как раз и означает продолжение. Что-то было начато, а затем продолжается дальше. И у этого слова есть еще одно значение, которое имеет отношение к тому, что мы с вами проходили в прошлом сезоне, когда изучали протикшена-йога или вартамана-йога, искусство жить здесь и сейчас, в настоящее время. Это означает, что йога-сутра-патанджали – это наука, это система, предназначенная для реальной трансформации сознания и жизни человека, потому что она возможна только здесь и сейчас. Вот то, о чем я рассказывал, что любое изменение в жизни возможно только в данный момент. Оно невозможно ни в прошлом, и оно невозможно ни в будущем. Оно возможно здесь и сейчас. Вот right now. В данный конкретный момент, в настоящем. И йога-сутра этому посвящена. Потому что трансформация жизни, изменения позитивные в этой жизни возможны только в настоящем. Если человек мечтает о том, что он когда-то там в будущем, выйдя на пенсию, займется йогой и начнет изменять себя к лучшему и так далее, этого никогда не случится. Это нужно сделать прямо сейчас. Вот взять и начать.